Ну что, Вениамин, поехали. Давай. А скажи-ка мне, Вениамин Дыркин, как родился твой замечательный псевдоним? А что рассказывать? Рассказывать, как псевдоним твой родился. Как было? Было это в каком же это году? В 1994-м приехал я в город Старый Оскол на фестиваль «Староосковские веселушки-94». И прямо у порога две миловидные барышни стали спрашивать фамилию, имя, отчество, год рождения, статус, национальность. Просто психанул и сказал то, что первое пришло в голову. А пришло вот Дыркин и Веня, и село Максютовка. Откуда это Максютовка? Это такая действительно есть деревушка, где-то в глубоком лесу, под Купенском, в Луганской области. Сосновый лес вообще очень здоровый. Там свиньи, кстати, это очень важно, там свиньи ходят по дворам. Их там не загоняют в какие-то сарайчики, они там прям ходят, галят, едят. Миша. Ну, наверное, копейки нужно поменять. Ага, тоже. Вень, а под каким именем еще тебя знают и где? Вообще-то меня еще знают под моей фамилией и под моим именем. Родители, друзья, близкие, родственники, родители и друзей. Ну, еще знают как Дрантя, так меня назвал мой друг. С украинского Драння означает Лохмотья. А назвал он меня по поводу рваных штанов, рваных шузов. И все. То есть сразу напрашивается аналогия Дыркин и Дрантя. Не так ли? Я так и думал, что ты об этом спросишь. Да, очень похоже. Можно даже сказать, что Дыркин это русская такая транскрипция, перевод. То есть это, по сути, работает подсознание. А, собственно, только оно и работает. Вот, кстати, Серега, друг мой. Вот он, да, артист. Да, кстати, очень интересный человек, про него стоит рассказать, значит. Ну, пьяный он когда-то. И Виталька там еще был. И он, значит, Виталька, он зашел в комнату и закрылся, и тут же спать лег. А Серега стучался, стучался. А Виталька уже уснул. И тогда Серега решил выбить дверь. А коридорчик до двери метров шесть. Серега как разогнался, а Виталька в это время проснулся. И, ну, слышишь, тарабанит кто-то. Он дверь в это время открыл прям перед носом у Сереги. И Серега как бежал, так через всю комнату, значит, ляп, там. Смех был очень интересный. А чем ты вообще занимаешься? Помимо пения песен. Когда как? Ем. Сплю. Ну, там тоже история. А ладно, не знаю. Ну, и еще там рисую, да. У тебя есть жизненная кредо? А кредо это что? Ну, ты помнишь, когда... Ну, я помню, кто-то спрашивал, там, ваша жизненная кредо, а кто-то отвечал, всегда. Да, да, я помню. Так твое жизненное кредо? Ну, я тогда не понял, о чем они друг друга спрашивали и о чем они отвечали. Кредо это как понять? Крючевое слово жизни. Кредо приводится с латыни как веру. Верую. То, во что ты веришь, то есть, то, чем ты живешь. Да, у меня есть кредо. И какое оно? Ты хитрый. Ну, пусть это будет нашим с тобой маленьким секретиком. Ну, ты мне расскажешь об этом потом. Ну? У тебя есть планы на будущее? На будущее у меня плана нет. Вот, да и сейчас нет. Не, ну, может, найдем. Вечером. А чем ты намереваешься заниматься в ближайшее время, кроме поиска невест? Это, кстати, очень больной вопрос и, пользуясь случаем, я хочу передать привет. Можно? Привет. Невеста – это очень больной вопрос. Здесь очень много можно разговаривать по этому поводу. Но, я думаю, не стоит. Так вопрос был о другом. А, кстати, я забыл, что ты спрашивал. Я спрашивал, чем ты намереваешься заниматься в ближайшем будущем? А, я сейчас уезжаю куда-то. То есть, я здесь проеду, и надо ехать, скажем так. И ты не соврал, это правда, действительно. Я уезжаю сейчас. Ты еще говорил, что ты вымираешь. Как происходит процесс? Собственно, процесс вымирания, если кто-то не знает. Ну, он начинается с гниения. Гниение, как вы знаете, как ты знаешь. Вот гниение, оно начинается с рук и с ног. Причем, у меня гниение такое очень специфическое. То есть, тело превращается в пластилин. Вот у меня сейчас прогрессирует болезнь. У меня вот пальцы на ногах, они пластилиновые. Я уже не могу играть футбол, без специальной обуви. И это ничем не остановить. Ну, все дальше и дальше. У меня даже на левой ноге, вот, даже по щеколотку. А на правой, вот, тут только пальцы пластилиновые. Вот такое гниение. Собственно, это вымирание. То есть, процесс гниения и вымирания мало отличается от процесса жизни. Да, по-моему, нет. Ну, нет, здесь нельзя путать вымирание. Да я вообще рассказывал про пластилин. Зачем ты все путаешь? Почитай стихи. Хороший или добрый? Хороший и добрый. Да у меня два стиха всего. У меня два стишка таких, если их можно назвать стишками. Читай оба. А есть эпиграфы, там, строчки какие-то просто, там, как про «Я на север пошел от дерева», про революцию и феминизацию. Ну, они все похабные. Про девочку с флейта я не помню. Один вот знаю, он такой, я не помню, кто его написал. Может, и я. Как поясенины, тоскливо и сказочно, в замке уютный бардак, капли последние, звездочно-марочно, и слезы, и дождь, и коньяк. Сначала был ливень, потом был туман, так тяжек и безголосен, и замок мой пал. И нынче в нем бал, и королева в нем осень. Даже времени не подвластно, и королева сама это знает. Согласитесь, она прекрасна в шубке из горностая. Королевы своего сердца, лишь мантии касаюсь едва, что поделать всему свое место. Кому Е1, кому-то Е2. В замке окно всего лишь одно, окно, выходящее в сад. Там сыро, темно, и тысячи но. Как жаль, что еще не вино, раздавленный мой виноград. Можете шок размахивая руками, там, или платочком. Злой какой-нибудь рассказать. Хой, месяц молодой висит, гвоздем прибит, молчит, воды в рот набрал. А ведь знал, что за гнилой базар держать и разбор. Вымите ссор с неба, смотри, уже нет места. Звездочки моей маленькой, крохотной моей звездочки, что не оставит меня. Пойду топтать тропу в небо, втыкать в вешки чужим не осмыслить. Придут суки пытать, где мы, а мы дома, давным-давно. Без труда ловил рыбу, перстом венчал шаги к лете. А бог выдал, свинья съела. Оставь, скоро ползти клюквой. Смахнул с пальцев стога дряни. Трутом в чреслах добыл пламя в лицо фары. А нам что нам? А мы дома, давным-давно. Я сам себе, Степан Разин, Мочой мечу предел прайда. Иду топтать тропу в небо, Где там хрен нас согнемся ищешь. Скажем так. А есть что-нибудь в этой жизни, Что-то просто ненавидишь, Что-то тебя просто тошнит? Ну, ответ он напрашивается сам. Ну да. Что это? Ну, наверное, сама жизнь. Именно от нее все беды и несчастья. От нее ж люди умирают. А конкретней можно? В смысле, конкретней, Что ненавижу в жизни. Да. Это-то уже по-умному, да? Войну. Вот войну я ненавижу. Да. Хватит. Ну, хорошо. А что ты... А что ты тащишься в этой жизни? От любви. От любви к кому? А любовь, она одна. Она не адресована к кому-либо, по-моему. Ну, бывает самолюбие. В том числе. И от этого тоже ты ловишь какой-то кайф. Может быть, это и больно. Но ведь мазохист, делая себя больно, ловит на этом кайф какой-то. Ну, можешь там отпиливать себе пальцы, там, ну, я тоже пробовал, там, и так далее. Это здорово, с ним тоже. И самолюбие это тоже. Иногда это гадко. А иногда посмотришь, как гадко. И от этого сразу хорошо становится. Так добрый сразу. Светлый. Говорят, скажи мне, кто твой друг, если скажу, кто ты. Кто твой друг? Так Серега, я же рассказывал. Ну, Серега. А, ну, не знаю. Так как-то... Слушай, ну, как познакомились. Познакомились в кино мы пошли просто. Смотрю, идет. А на что ж мы пошли? А, на Зору. А это понедельник. А у нас по понедельникам, значит, меняют фильмы, а не понедельное. Иду, значит, в понедельник фильмы поменяли. И там был про войну какой-то фильм. Вот так и познакомились, собственно. Хочу сказать, что ты сволочь, и зря. Мне это неинтересно брать интервью, потому что у меня все время задумываются. Ну, что тебя спросить сейчас? Вот, что тебя спросить сейчас? Скажи мне. Ну, Веня, задай сам себе вопрос. Я ответил. Веня, мне очень интересно. Вот. А как вообще появился твой псевдоним? Ну, почему-то, Веня, Дыркин. Ну, как? Ну, как красиво. А, друг, друг. Так-то я не знаю. Собственно, ты, все, что нужно, ты спросил уже. Все, что я знаю. Только ты не ответил то, что было нужно. Не ответил все, что знаю. Скажем так, это вот мои рамки. И больше я уже начну задумываться на это. Шура. А. Скажите мне, сколько вам денег нужно для полного счастья? Ну, товарищ подсказывает. Счастье в деньгах не измеряется. Ну, чем ты? Как ты мог такое спросить? Ну, так мог же, так спросил же. Ну, вот я ответил. Счастье в деньгах не измеряется. Вот. И кто это видит, передайте всем, кто не видел. Передайте им, что счастье в деньгах не измеряется. Мениамин, сколько ты хочешь вообще пар сапог стопкать? Зачем? Ну, ты же вышел из дома. А, да у меня шуз прохудился, он, кстати. Показать можно? Камера, камера. Вот, шуз прохудился. Вот как грязь, так невозможно. Понимаете, у меня чвякает где-то, вот, я там штаны потягиваю, у меня вот здесь чвякает, там, подмышками, там, грязь кровь, особенно осень. Да нет, я просто, надо жвачку купить, и изнутри как-то, что-то, липучкой. Или пластилин. Ну, не, пластилин. Ну, все равно пальцы пластилина. Пластилин, а там полный ботин. Нет, здесь же, это же правая, ну, так всегда, журналисты, вот, вечно спрашиваете и забываете, о чем спрашиваете, что я отвечал. Это же правая нога, камера, да? Нет, это правая нога, у меня на правой ноге только пальцы пластилины, вот. А ты не боишься, что вот после вот этой вот передачи тебя просто завалят обувью? Только у меня большая просьба. Нет, я не боюсь, просто у меня просьба, если завалят, то правыми. У меня левый, у меня левый нормально. Ну, не меньше 42, не меньше, не меньше. А не больше? Больше можно, на шерстяной носочек, на выросток, конечно. Оно же там же пластилин, оно же под тяжестью, он там расходится. Значит, можно и меньше, у нас пластилина, его же можно сжать. Так, а потом, что с этим пластилином ходить, что-то там лепить слоников каких-то? Ну, зачем, бред, хоть будет. Может, назад пойдет, там, регрессия, всякая. Я приготовил вам подарок. Вот, это я вырезал в дизеле. Видно, да? Вот, подарок. Это из бумаги. Вот, раскрашено все. Нормально. Менемин, а ты вообще часто летаешь? Летаю, в смысле? Во сне? Понимаю. Часто летаю. Вообще-то, у меня образование такое. У меня техникум летный. Я летчик. Ну, обычно это же в вузах учат, там, гражданская авиация, там, промышленная авиация. Вот, а в техникуме учат тоже летчиков, но слабенького такого разряда, седьмого, летчик седьмого разряда, восьмого. Но стюардессы у нас, те, которые не очень симпатичные, вот, стюардессы, но талантливые. Вот, их тоже отправляют в техникум. Все они по имени Жанна, наверное. Ну, зачем? Ну, вообще-то, нет, да, было. И дедушка у тебя летчик, и бабушка у тебя стюардесса. И мама, и папа, и тоже. Это же Серега. А, приобщем я в общагу, а там, значит, вахтерша, женщина, которая по совместительству еще и стюардесса. Ну, наши, наши все. Вот, а Серега, у него там хайра вот такие вот, и он где-то на седьмом этаже спит. А эта же стюардесса такая, ну, видать, что-то там, либо с мужем у нее там плохо. Она такая, мол, а мы такие, а водки? Она, да, есть, все нормально. Вот, но мы не захотели пойти, позвали Серегу. Серега, пойди. И вот его приводят, он стоит, там лицо ангела, такое длинноватое, он такой стоит. А мы ему стюардесса говорим, а это же вот, Серега, он летчик. Она такая, да. А он такой, да. Она, ну, заходи. Она присела. Говорит, а что же случилось? Ты понимаешь, говорит, я разбился по моей, говорит, причине. Он сразу зацепился, говорит, это моя вина. Она, мой друг, там, Володька, блин, там, погиб, там, она ему наливает, там слезу пускает, такой. Она, ну, че ты, приходи к нам, поработаешь грузчиком, там, месяц-другой, поставим тебя бригадиром. А там и до полетов, да пусть, это там бред, он сидит. Ну, Серега, это знать надо просто, да. Отчего бы ты сейчас не отказался, так, честно. Хочешь, подскажешь? Невесты. Ну, чего-то хочу, сам не знаю, как бы. Чего? Да. Что ты ценишь в женщине? Ну, отлеча. Ну, обычно, обычно, обычно. Обычно в женщине я ценю женственность, все-таки. Наверное, это редкость. В смысле, спрашивать у мужчин, что ты ценишь в женщинах, и он, вряд ли, какой мужчина, наверняка скажет, что он ценит женщину. Ну, женственность, это что-то, наверное, внутренняя, внешняя листь. Или это с вопросом всего? Ну, конечно, с вопросом. Ну, наверное, ему нужно просто предложить город Иваново себе, это город Невест, Московская область. А ты все равно в Москву едешь, заедь в Иваново, там чуть подальше. Нет. Ради, ради этого... Я не поеду. Сначала, в процессе, столкнулся. Это же как, это что? Да, глаза в глаза. Но нос, к носу. Лицом салат. Ну, что ты с тобой говоришь? Ты все знаешь, что ты знаешь? На анекдот расскажи, пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, очень глупые анекдоты. Действительно, ну, правда, у меня постоянно какое-то окружение из какого-то такого плотного-плотного, твердого мира. И, ну, чуть-чуть, там, есть тут единички, которые вот раз, там, поехали к Далай-Ламе-то. О, кстати, Кудаков был, да? Это что, у тебя запись? Леша Кудаков. Я могу про него стихи почитать. Он к Далай-Ламе собирается уже года четыре. Вот в этом году поехал. Там еще такой стих, дружеский, конечно. К Далай-Ламе пришла телеграмма от какого-то там Кудакова. Я Кудаков, Далай-Лама. Пришли мне чего-то святого. Далай-Лама порылся. Из хлама достает вот такую подкову и говорит Далай-Лама. Кудакову его, Кудакову. Первый стих. Второй стих. Алеша подходит до храма, гремит этой самой подковой. Хочу, говорит Далай-Ламу. Хочу вот. И что тут такого? Далай-Лама выходит из храма. Ты, видимо, парень хороший. Но я Кудаков, Далай-Лама. А ты, Кудаков, Алеша. Есть ли Бог внутри? Это как? Ну как? А если Бог внутри? Не знаю. Не, ну естественно, ну как, каждый человек, он же Бога себе какого-то там придумает, и он же считается только со своим Богом. Я думаю, это очень похоже на совесть, может, это просто есть одно и то же. Бог есть совесть, как она тебе позволит там, так она тебя и накажет, так же ты будешь мучиться там, это совесть, наверное. А ты согласен вообще с тем, что это все должно проходить? Согласен. Но ты во искушение входишь? Понятно, я говорю. Может, ты сидишь? Да ну просто, да ну ты пока все размонтируешь там, что тебя не нужно, и возьмешь. Ну я побазарюсь. Буду ли я гореть, ты хочешь спросить? Не, что все нормально. Ну то есть я хотела сказать, что во искушение, я правильно задала вопрос, входишь ли ты, или в смысле, на самом, ну как? Вводит ли тебя кто-нибудь? Да, во искушение вообще такое. Вводит ли мне кто-нибудь во искушение? Или что-нибудь, или кто-нибудь. Ты же понимаешь, что за все нужно платить, но… Конечно, так, собственно, иногда так случается, что просто ты за это уже заплатил, а еще не попользовался. Вот так бывает. Ты так досчитаешь. Нет, я не считаю, просто такие же случаи бывают, ну что называется, в рассрочку. Ты как идешь по улице, подходит мужчина и говорит, купи фотоаппарат в рассрочку. Ты спрашиваешь, а как там? Он говорит, ну деньги сейчас давай, а я тебе потом фотоаппарат как-нибудь там буду по частям заносить, по кусочку. Вот, так и по-всякому бывает. Вот заплатил уже, а услуги потом, допустим… Ну вот, например, чаще наоборот. Я, если где-то для самой себя чувствую как-то себя грешной, то есть я готовлюсь с достоинством встретить все удары вообще. То есть все будет нормально. Я так считаю, я так это сделала, то есть если меня накажут, моя совесть, мой бог, там неважно кто-то, значит так оно и должно быть. У тебя вот наоборот, ты считаешь, что ты уже где-то заплатил, а теперь можешь… Да не наоборот, я сказал, что… Имею право, да, теперь имею право. Да, теперь имею право. Да, ты уже так… Нет, я просто сказал, что такое бывает. Просто нельзя так, знаешь, там что-то сотворил, там потом а-а-а, там и пошел. Не, ну по-всякому. Просто иногда ходишь-ходишь такой битый-битый и думаешь, ну за что это мне? Думаю, пойду в искушение, пойду в искушение. Как-то, да. Веня, ты вообще какую-нибудь молитву знаешь? Не знаю. Ну, например, вот обычно «Отче наш»… А, христианский? Нет, христианский же не знаю. То есть тебе это не нужно в жизни? Ну, нужно. Нужно, конечно. Но я не знаю. Я устал и странен. Я не ангел. Ну, задай мне что-нибудь. Тебе? Ну, как мне кажется? Ксюха, когда это все закончится? Хочется просто думать. Да, оно может быть с какими-то удовольствиями элементарными. Сидеть где-нибудь, валяться, взять такую папиросу, поставить ее на сошки пулеметные, чтобы она вот такая огромная была, чтобы ее не подкуривать. И сидеть куда-то втыкать в небо, в облака, там, в поля какие-то безграничные. Ну, просто сидеть, о чем-то там ковыряться сам себе. Хочется так. А все суета, суета, суета. Поэтому я вот и спрашиваю, когда это все закончится? А нужно ли, чтобы оно заканчивалось? Ну, сколько ты можешь проваляться на диване с вот этой папиросой в поля? Ну, хватит тебя ненадолго вернуться, согласись. Ага, ага. Нет. Ты вот во Сколе тут, можно сказать, за неделю перевалила, а уже у тебя маята началась. Неизвестно, что тебя ожидает в Москве. Может быть, ты вообще сядешь в пояс и понял, что ты сделал большую ошибку, что вообще сорвался с ним. И вернешься назад. Да, и вернешься назад в свои гнездышко. Выстроишься на работу, будешь там бить кувалды, там, я не знаю, что угодно. И буду втыкать в небо с вот такой папиросой на сушках. И вернусь, опять же, на куих своя. Это, ну, покувыркаться, ну, это же все высасывается. Это насмерть, понимаешь, петь песни. Мама дорогая, вот это вот какая-то попойка. Вот это сейчас руки дрожат, вот перенервничал. Водки выжрал немеренно, там какие-то. Ох, там, дрянь, пошли. Там, где песня, там это износ. А в были спеть, я не знаю, кто может петь. Я не считаю себя певцом. И, честно скажу, редкий случай, когда песня — это мантра, это песня — это молитва, любая песня. То есть, по какое-то настроение она способна вознести дух, там, до какого-то там, ну, такого уровня, который тебе, допустим, сейчас хватит. Ты идешь такой, раз, там, вознешься где-то, и, ну, ништяк там, просто напеть. Ну, ну, неспроста это все. Ну, вот человек, там, раз, кирнет, душа, понимаешь, он пошел песню петь. Слушай, Даня, ты не врубаешься в одно такое, в элементарное самое, что люди тащатся просто от тебя, от самого тебя. То есть, понимаешь, там, они полюбили поэтому твои песни, там. Если бы их исполняло бы, ну, я не хочу никого там вообще обижать, допустим, какой-нибудь попсовый наш, там, певец. Ну, Киркоров, да, вовнень, да. Вот сказали бы, да, опять что-то Киркоров там напевает, а я хожу и гаже, там, фу, придумал Куфлоков. Ну, понимаешь, это звучит от Дыркина, от того, что это есть, вот его паслиновые ноги, его руки, там, его нутро. Не, я говорил это Фильке, я говорю, Филь, ну, что ты гонишь, ты же классный пацан. Я говорю, давай я тебе песнюшек, не, у меня просто цены дорогие на песни, больше чем у Агутина. Ну, это, это наш тайм. Кто? По дешевке. Агутина? Да, ну, он сам иногда там кропает, что там, ну, это так. Так, ну, ты что не задал вопрос? Почему задал? Когда все это закончится? Да. Ну, собственно говоря, я еще минут пять поговорю, и все закончится. Вот. Миша, тебе больше ничего сказать? Миша исчерпал. Ну, я могу это просто для заставки, о, для заставки, это, давайте это будет 9 канал, вот, значит, моим подарком я сейчас рожу скорчу, губы бантиком вяжу, это, это, ну, это должно войти в историю. Так, ну, что с ним, нет, я сейчас сделаю, а, 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 о, о, все, запомнил. Так. Точно так же делю? Вот так? Не, 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 не красиво. А, это же, тут должна быть музыка. О, я придумал, значит, это новая программа 9 канала. Там, 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 там. Там, там, да, я не могу, ну, чего вы смеёте все, подожди. О. О, здесь должна быть какая-нибудь музыка, и это будут новости какие-нибудь, новости какие-нибудь там, или глупости или гадости. Вот, так должно быть. День, вот ты вообще способен вообще любить? А я люблю. А забыть? В смысле способен? Ну, конечно, могу. Ну, иногда так частенько бывает, что ничего не помнишь. И вспомнить тоже? Не, ну оно где-то аж откладывается, потом как-то, вот как с тобой, да? Вот сижу такой уже на третий день, говорю, Ксюха, где-то я тебя видел. А потом вот это показали, вот я не помню, по чем я пёрся тогда, понимаешь, но вот я вспомнил. Да ты арбуз вспомнил, а не меня. Потом... Не, а помнишь, что-то было. Вот арбуз, а потом, да, это ты была оказалась. Ну, ладно, я думаю, что ещё всё. Окей, мы встретимся, может быть, через лет, так несколько. Ещё о чём-нибудь поговорим. Вообще мы тебя любим. И я вас люблю. Вы же не представляете, как я вас люблю. О, нет.